В предыдущих сериях The Long Drive мы с друзьями рубились в футбик, но победила, как всегда, физика. А потом, внезапно, мы нашли огромный особняк, в котором живет, ну, сто пудов какой-нибудь Дракула. И там я, наконец, нашел машину своей мечты. А значит, меня и моих друзей сейчас ждет самая стильная поездка. Напоминаю, друзья, что у меня теперь есть свой собственный бустик, где выходит клевый контент. Ссылка на него будет в описании. Заходи и поддержи канал своим вниманием и своей любовью. Билли, ты что делаешь? Ты пялишься на мою женщину? Ты как маньячина. Вот тебе. Смотрите, такое ощущение, как будто Билли внутри металлический. Что это значит, Билли? Ты что, из жидкого металла? Да, посмотрите, какой он жиденький. Самый настоящий жидкий металлист. Ты так ножку на ногу сложил. Ручку за спину, чтобы опереться. Хорошо сидишь. Давай тебе третий глаз сделаем. Ба! Как так? Как так? Я же не в щеку стрелял. Опа! Да, мы же к кораблю подъехали. Я хотел найти всякого барахла. Масло мне нужно. У нас масла мало. И что-то мы... Что за щелчки? Я не понимаю. До сих пор не могу понять, что за щелчки. Нам нужно и бак подзаправить. Тут сто пудов все есть. Дизель! Сто процентный дизель. А что? Погоди. Эй, 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 стой, стой, стой. Заправляется? Заправляется или нет? Заправляется. Все. Вот. Пусть будет так. А быстрее оно может это делать? Стоп, это прям очень бесит. Слишком долго. У нас же есть шланг. Шланг. Смотрите, как много барахла. Я столько всяких видов оружия нашел в том доме. Это был прекрасный дом. Их шланга где? Да, мой, их шланга! Вот он, я нашел, нашел его. Отлично. Значит, сюда вставить. Ой-ой-ой-ой. И вставить. Все наливается? Опа! Вот это скорость. Вот это отлично. Так я и хотел. Давайте еще побыстрее. Быстрее это сделаем. Делается быстрее? Нет, в принципе, все одинаково. Прикиньте, мы всю бочку уже выдули. Тогда пошла ты в жопу бочка. А вот еще дизель. Так, у нас полный бак. Прекрасно. Я нашел бочку полную масла. Уже темно, надо переночевать. Я бы слил... Слил вот это парашное... А! О, да-да-да-да, правильно, вот так. Я бы слил все отсюда, потому что там и дизель залит, и еще всякого говна. Нам нужно, чтобы было все четенько. Примеси. Что-то не льется. Сейчас. Во. Стой, 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 стой. Как только бочку ставлю, сразу начинает выливаться отсюда. Надо закрыть. А! Все, есть. Масло я бы с собой взял, на самом деле. Поместится ли эта бочка? А, нет, стой, стой, стой. Это плохо, это ошибка. Это ошибка, я чувствую. Давайте перестанем дурачиться. Лучше возьмем вот эту канистру. Мы просто ее наполним маслом. И теперь у нас будет 20 литров масла. Я знаю, ребята, что вы все ждете, когда я, наконец, справлюсь дальше. В это прекрасное путешествие. Билли уже заждался. Сара со своей собачкой ждет. А поедем мы тогда, когда я скажу. Ждите. Черт! Нет, нет, нет. Плохо, плохо. А! Пролил. Целый литр просрал. Ну-ка обратно, залейся. Все, закрыли. Закрыли. Шланги достали. Билли, ты как, жажда не мучает? Так че ж ты молчишь? Вот на маслице выпей. Прям тебе в глазную дырку налью. Теперь таки мы можем ехать, наконец. Билли, хватит смотреть на мою женщину. Отвернись. Как тебе голову повернуть? Какая сильная шея у тебя. Вот так, смотри наверх. Погнали. Конечно, машина очень странно смотрится с такими дверьми маленькими. Че у нас по дороге? Где она? Дорога вот. А, мы, кстати, совсем недалеко отъехали от того дома. Давайте попробуем предсказать, что нас дальше ждет. Учитывая, что мы уже с вами видели. И летний биом, и пустынный биом. Логично предположить, что будет зима. Ай. Нехорошо получилось. Что? Что за кровь? Откуда кровь? Кто ударился? Это я ударился? Смотрите, сколько крови. И Билли теперь смотрит на меня. У него тревожный взгляд. Видимо, я себе все лицо расквасил. Да нет, вроде все нормально. Но по этому пятну не скажешь. Как неудачно получилось. Врезался в этот чертов камень. Все установили. Кто кипит? А что мы кипим? Ой, боже мой, как много крови. Наверное, кровь кипит на двигателе. Потому что он поднагрелся. Ничего, ничего. Все будет нормально. Бывает. Бывает всякое. Где колесо? Вот колесо. Слушай, ты давай меня офигевай, машина. Это же просто пипец, как она разваливается. Какая слабенькая тачка. Ладно, у того, что я столько крови потерял, есть положительная сторона. Ведь я обновил краску. Маши бесит. Все ломается. Нахрена я вообще поехал в эту поездку? Лучше бы сидел дома и занимался своим любимым делом. А именно, ввел бы свой техноблок. Ну что ж, друзья, мы только что с вами разобрали вот этот электрический чайник со встроенным искусственным интеллектом. И выяснили, что интеллект у него тот еще чайник. Я сегодня в ударе. А теперь органично переходим к обзору на новый хардкорный смартфон Poco F5 Pro. Смартфон для всех, кто ценит хардкорное Poco. В этот раз они решили выполнить данный смартфон в виде этого большого толстого слитка. Это очередная шутка, друзья, ведь это всего лишь коробка. Давайте же извлечем смартфон из коробки и посмотрим, что же для нас приготовили. Сразу видно, что это флагманский смартфон, ведь он очень удобно сидит в руке. Но еще удобнее он в ней лежит. Господи, они подражаем. Ладно, теперь зацените и вы его дизайн. Настоящая красота подчеркивает мой стиль, твой стиль, свой стиль. Заднюю часть корпуса украшает тройная камера с оптической стабилизацией. 64 мегапикселя и новые фильтры Film Camera. А спереди, словно утреннее бодрящее солнце, на нас светит дисплей WQHD+, 120 Гц Flow AMOLED. Но это не просто стильная побряпушка, это еще и настоящий хардкорный монстр в плане производительности. Внутри у него флагманский Snapdragon 8 Plus Gen 1, продвинутый 4-нанометровый техпроцесс, съемкий аккумулятор, 5 160 мегампер час, плюс быстрая зарядка на 67 ватт в комплекте. К тому же присутствует 30-ваттная быстрая беспроводная зарядка. Все вместе это обеспечивает по-настоящему хардкорную производительность. Каждый из вас, кто возьмет этот смартфон в руки, почувствует пробуждение мощи. И сейчас у вас есть уникальная возможность очень выгодно приобрести Poco F5 Pro на Яндекс.Маркете. Там вы сможете сплетануть оплату за телефон, а именно разделить ее на 4 части. Первый платеж спишется в день покупки, а остальные 3 через каждые 2 недели. И все это, дорогие друзья, без переплат, комиссий, заполнения анкет и поиска документов. Оформление со сплитом занимает меньше минуты. Всего пару нажатий и Poco F5 Pro ваш. Более того, при покупке на Яндекс.Маркете вы получите кэшбэк баллами плюса, который можно потратить на следующие покупки на Маркете или в других сервисах Яндекса. Итак, мы закончили с обзором на Poco F5 Pro. А теперь переходим к долгожданному обзору на знаменитого техноблогера Юджина. Вот он уже лежит на столе. Вы только посмотрите на его дизайн, друзья. Стильные очки, одежда Smart Casual. А теперь давайте же посмотрим, что за мощь скрывается у него внутри. А хотя нет, дурацкая затея была. Поехали дальше. Стоп! А чё это я еду? Чё это я еду? Я разве экипирован как следует? Шесть патронов в револьвере. И ещё вот эта винтовка, которая... Ой, погоди. У меня и крышка багажника отвалилась. Ладно, главное, я не потерял. Нас ведь ждёт встреча с летающей тарелкой, и мы не можем быть не готовы к ней. Не можем, я так вам скажу. И как нельзя быть не готовым. Что мы должны взять? Мы должны взять калаш. Давайте смотреть. Я помню, что у меня были патроны для калаша. Ну, а теперь их нет. Я думаю, мы их найдём попозже. Что я никак не могу дальше поехать. Меня смущает эта кровь. Давайте вытрем её. Возьмём губку. Пожалуйста. Да пожалуйста, вытирайся. Нет. Я не могу вытереть кровь. Она такая стойкая. Я знаю, я знаю. Нужно брызнуть, да? Раз, два, три, четыре. Вот, всё прекрасно сработало. Так и губкой получается вообще тереть не нужно. Губка бесполезная. Короче, и когда полетит летающая тарелка, мы попрыгнем. Выпустим очередь в неё. А потом будем револьвером добивать. Такой план. Ах, как красиво едем в закат. Опа. Куда это мы приехали? Что это такое? Это что такое? Ну-ка быстро поспать, а потом посмотреть. Погодите, вышка. Что это? Что это? Она прямо здесь. Это тоже буря, но она уже черноватая слегка. Ладно, это кран. Здесь можно попить. Это обычная водонапорная вышка. Просто в неё нельзя зайти. И подняться наверх тоже никак нельзя. Но, может быть, как-то можно? А, смотрите, буря стала как прежде. Без чёрных дымков. Она ощущается прям совсем близко. Так, кактус прилип. Как его убрать? Вот, всё. Отлично. А-а-а. Стой, аккуратней. Красиво. На 360 развернулись. Вереди заправочка небольшая. А там какая-то машина стоит. Во-первых, во-первых, здесь есть ещё один Билли. Он дверь открыл. А ты что дверь открыл? С Билли хочешь поздороваться? Надо его убить срочно катаной. Я не могу найти свою катану. Умри. Где моя катана? Где она? Нет, 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 нет. Я что, идиот? Я просрал катану? Где ты? Блин. Куда я её делал? О, нет, я просрал катану. И теперь за ней даже не вернусь, потому что я вообще без понятия, где она может быть. О, боже мой. Ладно, ладно, ничего страшного. Мы найдём её ещё. У нас же есть лом, точно. Лом. Окей, лом здесь. Давайте быстренько здесь пошарим. Во-первых, здесь есть прекрасный прицеп, который я хочу заполучить. Который, блин, перевернулся. И как мне теперь с ним быть? Я же его поднять не смогу. Ну-ка, а если его прям так прицепить? Я не думал, что это так нужно прицепы таскать. Давайте попробуем. Да! У Евгения всё наоборот. Не как у людей. Однако его всё-таки хорошо было бы перевернуть. У меня есть идейка одна. Для этого мы просто встанем на него. Что произошло? У меня был другой красивый план. Я хотел его вот сюда затащить. Чуть-чуть приподнять с помощью этого столба. И потом уже перевернуть. Но он, видимо, сам это решил сделать. Отлично, у нас теперь прицеп. Да почему? Почему ты не едешь? Может быть, он на ручнике стоит? Итак, цепляем. Отлично. Просто великолепно. Машина, какого фига ты едешь? Всё, на ручнике. А теперь давайте исследовать, что это? Что это? Что это? Это говна кусок. Блин, здесь нет дверей. Здесь нет ничего из того, что я мог бы использовать. Опа, ящик сломать. Что это? Что это такое? А, это топливный бак. Это про запас, чтобы иметь. Пусть и крутая штука, но тут может быть 150 литров. Давайте с собой возьмём. И нового Билли с собой возьмём тоже. Как вальяжно он лёг. Ну и последнее, что мы можем посмотреть, это холодильник. Тут шоколадка. На крыше ничего интересного. Было бы хорошо отмыть этот прицеп. Что-то не получается у меня. Нужно больше брызгалки. Что поможет щёткой? Хорошо, бак мы отмыли. И прицеп оттирается. Very nice. Что это был за звук? Что это за звук? Что это? Фу, 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 фу. Как страшно. Сара, это ты? Билли? Ребят, мне так страшно сейчас. Здесь кто-то был. Пришельцы? Я сейчас не играю, друзья. Это было очень жутко. Я чётливо слышал этот звук. Надо поспать. Мне кажется, что я скоро с кем-то страшным повстречаюсь. Я такого звука в игре ещё ни разу не слышал. Ладненько, садимся. Надо ехать к чертям собачьим отсюда. Ох, сейчас скорость разовьём. Посмотрите, какая горка вниз. Осторожней только. Аааа! Нет! Билли, ты как-то там держишься. Ааа! О боже мой! Это было круто. Ну, кстати, мы можем теперь поставить спидометр. Ааа, как мне быть с этим говном? Стоп, стоп, стоп. Сейчас всё само. Само утрясётся, да? Возможно, да. Возможно, нет. Надо вылезти. Оп! Вот так. Вот так. Садись! Кое-что мы тут уронили. Между прочим, важная деталь. Это температура, бензин и всё такое. Правда, без понятия, как его приспособить. Ладно, давайте пока положим вот сюда. Бардачок уберём. Всё хорошо. Поехали. А теперь давай, показывай мне скорость машины. Показывай мне. 120. Можем ли мы быстрее ехать? 130. Я ничего не вижу. Капот мешает. Осторожно, заносит. Почти что 140. Это рекорд, ребята? Это мега рекорд. 150. 150. Ааа. Ха-ха. Мазались, но всё в порядке. Да господи. Как же заносит. Всё в порядке? Все целы? Все целы. Всё хорошо. Отлично. Что я слышу? Аккуратнее, веди машину, Юджин. Нет. Ведь эта машина для того и создана, чтобы гнать. Я буду гнать. Как-то странно мы едем, да? Слышите какой-то очень неприятный звук? Барахлить что-то. Надо тормознуть. И, кстати, уже столько выпусков не было НЛО. Это странно. Мы дымимся. Мы кипятимся. Ой, водички мало осталось. Не бойся мой двигатель. Всё, полное. Закрываем. Но, по идее, я больше не должен перегреваться. Знаете, я думаю, что важнее смотреть не на спидометр, а как раз таки на показатели по двигателю. Вот, видите, мы жёстко перегреваемся. Масло горит, электричество горит. Почему? А, вот всё перестало. А, то есть с этим всё в порядке. Ну, естественно, с этим всё в порядке. Должно уже быть так. Чё-то мы тормознули. Что происходит? Что? Бензин на ноль. А, нет, всё в порядке. Я просто заглушил мотор. Извините. Почему я не могу ехать? Чё за скорость? Во, во, всё нормально. Начинаем набирать. Окей. Вот опять. Что ты делаешь? Аккумулятор барахлит. Ождавшись утра, я вдруг увидел, что у меня проблема с кулером. Он, оказывается, не установлен. Да, видимо, с этим была проблема. Чё за капотом произошло? Из-за такого маленького камешка. Ну, в принципе, всё в порядке. Едем дальше. Слушайте, мы уже столько проехали и ничего. Ни одного здания не встретили. И долго это будет продолжаться? Билли уже заскучал. Чего не скажешь о Билли в прицепе. Ему супер весело там. Мы глохнем. Мы, блин, глохнем. Без понятия, почему мы перегреваемся. У меня там воды полный бак. Ну, ладно, скорость у нас нормальная. Пока мы можем делать вот так вот. Двигатель будет охлаждаться. А мы будем катиться. А там снова включаем. И катимся дальше. Это невыносимо. Мы перегреваемся. Я не могу понять, почему. Ой, как быстро расходуется на самом-то деле вода. Это может стать проблемой. Что я сделал? Что я, блин, сделал? Я еще ударил ломиком по канистре. И она взорвалась прямо мне в рожу. Пока я кушал. Мою мать. Мы проехали всего 323 километра за всю игру. Это мы что, типа, как, из Подмосковья выехали только? Наконец-таки мы подъехали к чему-то большому. О, да. Вот здесь всегда много резов. Тормози четенько. И здесь у нас губка лежит. Куда ты улетела? Куда ты полетела, губка? Давайте-ка быстренько залутим это место. Че у нас тут? Сара. Сара лежит. Самозванка. Пустя, а че у нас Билли валяется в этом прицепе? Может быть его как-нибудь красиво усадить? Ну-ка, сел. Сейчас, 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 сейчас сядет. Блин. Почти сел. Вот. Идеально. И здесь у нас такой стоит милый пикапчик. Но я не стану на него пересаживаться. Это даунгрейд по мне. Ну-ка, а че это за штуковина? Я ни разу ей не пользовался. Что? Ооо, это краска. Это краска, действительно. Стоп, мы сейчас можем машину перекрасить. Только не бежевый цвет. А в синий. Ой, сейчас у нас будет единый цвет у машины. Наконец-то. Че-то как-то единый все равно не получается. А, погодите, вот еще синяя есть. Ай, блин. Я забыл про эту дверь. Пожалуйста, есть еще синяя. Есть две желтые. Ладно, давайте пусть у нас будет желтая машина. Вот, сделали насыщенный желтый. Кстати, здесь кулер есть поинтересней. Да какого дьявола? Да че я никогда не закрываю? Боже мой. Ставься. Открыл. Теперь их надо как-то перелить. Перелил. 58% масла. Что? Откуда здесь масло? Выливаем. Когда туда масло успело попасть? Ё-моё, у меня всего 3 литра воды осталось. А теперь 0 осталось. А, нет, тут же есть кран. Тоже проблема сама по себе решилась. Кстати, мы можем использовать шланг, чтобы его вот сюда присоединить. Мы не можем так сделать, да? Это проблема. Хотя, смотрите, проблема вроде как решилась. Так, аккуратненько если смотрим. Она наливается. Прекрасно, она наливается. Хорошо, пора отсюда валить. Мы много времени здесь потратили. И пока что игра только саспенсы нагоняет. Но ничего не происходит. Ну что это? Кроме вот этого говна. Только вот такое дерьмо происходит. А так все нормально. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Билли, держись крепко. Ненавижу. Секунду, давайте с ручника снимем. Ибо невозможно это поправить. Вот. Встал ровно. Умница, умница. Стой, 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 стой. Здесь бы пригодилась лопата, чтобы это все махом закинуть обратно в багажник. Пора учиться меткости. Значит, если мы кинем вот так. Мимо. Звук бьющегося из стекла раздался. Хорошо. Вот вообще отличный бросок был. Понятно. Да чтоб тебе. Все должно получиться. Во! Это тоже не суперэффективно. Я придумал. Нам нужен просто хороший совок. Не работает совок. Фух. Все собрал. Ааа. Что за говно кролик перебегал дорогу. Представляете себе. Ты мне скажи, все высыпалось? Звук был такой характерный. Слушайте, ну вроде ничего особо не высыпалось. Только высыпалась жизнь из кролика. А ты что, губка прилипла здесь? Я, кстати, заметил, что еще и бинокли у меня больше нету. Когда успел бинокль потерять? Эх, я бы сейчас с удовольствием в него посмотрел. Вон впереди дом вижу. Наконец-то. А, погодите. Дом, он не вдоль дороги. Он там стоит. Давайте заедем. Черт. Как же заносит сильно. И все это, наверное, из-за этого дебильного прицепа. Испытывай мое терпение. Игра не дает ничего нового. Хочу приключений. Не таких. Не таких, где я врезаюсь во все подряд. Игра называется «Собери все кактусы». А это большая усадьба, кстати говоря. Все, теперь меня ждут только такие дома. Впереди зелень. Возможно, новый биом будет. Заходим. Слышу шастую тут. Это прям идентичный дом. Блин, сколько у вас здесь? Трое? Что это такое? Можно сесть? Я сел. А встать-то теперь как? Охренеть, я не могу встать. Почему я могу встать? Нет. Опа, смотрите, я могу включить камеру. И осмотреть все со стороны. Так, этот билли ходит по улице. Где-то в комнате сидит себе Евгений в шляпе. Я не могу встать, друзья. Помогите мне! Как неловко будет, если сейчас кто-то зайдет. Фух, я встал. Умри, пожалуйста. Меня бесит, как ты шумишь. А вот еще один. Гонадай. И еще один. Оп. Опа. А вот и бинокль. Здрасте, это что за агрегат такой? Какой-то замороченный двигатель, но он кажется дерьмо. Также здесь есть классический подземный тоннель. Опа, а ты что здесь стоишь? На крыше нас ждет топовый мотик. Ау. Что произошло? Я себя ударил крышкой? Нет, 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 не иди к свету. Не иди к свету. И во тьму тоже не иди. Ах, меня откинуло назад. Ладно, в этом доме ничего нет интересного. Первый раз он на меня большое впечатление произвел. Но нет, теперь уже все. Он кажется скучным и абсолютно бесполезным. И не дающим мне выехать нормально. Так. Проблема номер сто тысячная. Где дорога? А, вон она. О да, о да. Посмотрите на это. Наконец-таки хорошенький трамплин. Евгений обязан попробовать его. Дорогой, ты что, собираешься прыгать с трамплина? Конечно, сэр, собираюсь. Я хочу впечатлить тебя. И своих зрителей. И Билли. Ты жалок. Прыгаем. Да, это было жалко. Что-то надо придумать. Давайте прицеп отсоединим. Машину толкнем. Машину толкнем. Машина. Окей, окей, хорошо. Давайте сделаем это без прицепа. Да будь ты проклят. Прицеп, ну что это такое? Ну вот сейчас. Сейчас-то мы подлетим. Как орлы. Да какого хрена? Опять ударился. Опять кровью все забрызгал. Давай, машина. Вперед. Опа, колесо слетело. Ну вот сейчас. Ну вот сейчас. Давай, давай. Что это такое? Почему? Даже шляпа слетела. А какого хрена? Где мой кулер? А, здравствуй, ублюдыш. Ну вот сейчас. Ну вот сейчас. Да. Ууу. И на колеса прямо встал. Оно стоило пролитой крови. Блин. Билли исчез. И, соответственно, нахрен мне этот прицеп не сдался. От него только заносы. И занозы в заднице. Я даже не буду эту кровь стирать. Она будет напоминанием мне о том, какой я смелый и добиваюсь всегда своего. И все, кто увидит меня, будут бояться. Потому что от такого идиота хрена чего ожидать можно. Такс, дорога новая. Смотрите, какая зеленая травка вдалеке. И вот так по щелчку мы снова в траве. Ладно, есть ощущение прогресса. Сколько же километров мы должны преодолеть? Если мы всего 300 преодолели за всю игру, за все выпуски. Хотя ехали, такое ощущение, очень долго. Опа, травка закончилась. Что, опять снова пустыня? Мы от силы минуту проехали в траве. Да, снова пустыня. Класс. Ладненько, вот здесь у нас что-то есть. Я не думаю, что здесь что-то прям суперполезное. Но я быстренько посмотрю. Сортир в коробке. Опа, что-то мне в рожу взорвалось. Немножечко себя оглушил, бывает. Как я и предполагал, ничего полезного. Поехали дальше. Господи, я хочу что-нибудь новенькое. Что-нибудь захватывающее. Что? 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 Я слышу. Я слышу. Выходи. Стой. Стой. Стой, 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 стой. Стой. Да нет, машина, езжай. Будь ты проклятый, как же тебя остановить? Мы же поняли, что оружие не работает. Блин, такой адреналин всегда внутри. Мы ведь ее не догоним? Нет. Как же ее угнать? Можно ли ее угнать? Кто-то писал из вас в комментариях, что можно угнать летающую тарелку. Тормози тут гараж. Ничего полезного здесь нету. Я знаю свою цель. Моя цель это летающая тарелка. Я должен ее угнать. Потому что эти дурацкие пришельцы смеются надо мной. Смеются над моей маленькой скоростью, над моей беспомощностью. А я этого не потерплю. И поэтому в следующей серии я обязательно ее угоню. Огромное спасибо всем, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про мой буст и ссылка на него в описании под видео. С вами был Юджин, друзья. Увидимся очень скоро. И всем пя!